всем привет у нас новое крепление на гоупро наконец пришел сейчас попробуем только выехать выехали вот пришло новое крепление которое теперь позволяет не видеть мое лицо а то может быть некоторым она уже немного надоело может быть наоборот не знаю надоело то потом можно будет легко добавить вот думаю лучший обзор должен стать это стопроцентно и сам по себе вид должен быть более интересно посмотрим как с этого видео получится единственное что само крепление немного не такое как я думал пришло потому что этому там будет еще подвижная головка которую можно будет как раз настроить по углу оказалось что нет вернее как бы там было два положения одном положении вот так и одну перпендикулярной плоскости скажем так что не совсем полезно потому что при закреплении на такое крепление при закреплении на крепление получалось что гоупро х будет смотреть ровно на меня в общем надо будет еще посмотреть крепление какие вообще бывают что бывает пока так вижу то что чуть больше трясется конечно и это не совсем или же надо сильнее натягивать на себя или же что фиг его знает с другой стороны вижу то что сидит нормально в принципе очень подвижно конечно от моей руки хоть бери на голову одеваю надо чем-то наверно затяжелять наверно ладно это все насущным в принципе как бы это не проблема я думаю посмотрим говорю что на видео выйдет пока сидит когда смысл нет думаю перейдем к новостям как обычно на этом светофоре всегда переходим новости новости вроде бы было несколько интересных вообще сейчас как-то странно неделя пустая неделя густ но эта неделя более менее интересная по новостям потому что показали не то чтобы показали скажем так подразнили новым акварином который будет представлен декабре о как вас трясет наверно в камере хорошо будет он представлен декабре будет самым мощным акваром на сегодняшний день модель будет основываться на в 8 от 720 насколько я понял и эту модель не путать с тем проектом который трехместный трехместный проект будет выпущен следующем году уже видел несколько дискуссий на интернете то что писали то что это будет именно этот проект нет нет и еще раз нет и это точно не будет скажем так приемник и преемник п-1 насчет п-1 сам же маквар она говорил то что не будет никаких следующих поколений пока самоубийца пока не разовьются скажем так технологии гибридов а технологии гибридов пока сами знаете в каком положении уж если макварон ничего не может сделать с их инжинирингом то что говорить вообще всяких других марков вот показали на фотке одну часть только машины задницу естественно и как я понял не будет очень-очень-очень впечатляющее соотношение мощность вес посмотрим что в результате выйдет декабре по моему 5 числа будет она представлена говоря гибридах здесь собственно и другая новость как раз подходит fisker хенрик знаменитый который fisker карму создал потом же ее бросил сейчас заявил то что у них прорыв они могут заряжать батарейку во первых сама батарейка дает пробег 500 километров и эта батарейка заряжается за одну минуту одну минуту то есть вот с этого момента как бы стоит начинать говорить электромобили если это не очередной скажем так это модное слово хайповый message если это не пустые заявления в стиле маска то это уже очень хороший прорыв который очень хорошую пощечину той же самой тесле даст потому что такой технологии нет ни у кого честно говоря с одной стороны конечно оптимист во мне пытается верить в это все что наконец-то мы получим нормальные электро мобили не будут заряжаться очень быстро практически как машина считать пробега будет хватать на 500 километров что тоже довольно резонно и при этом не будет никаких но а с другой стороны fisker и его компания его бюро не совсем большие и как бы с трудом верится то что крупные концерны которые вообще специализируются на вот этих батарейках зарядках и всем остальном не смогли до такого дойти а тут небольшая компания смогла достичь вот таких вот достижений достичь и достижения опять же посмотрим честно говоря не особенно вчитывался вообще в суть их заявления но если конечно даст бог это все реально буду только очень рад а еще один нюанс и думаю вы все помните то что зингер анонсировал сотрудничество с вильямсом и создали движок 500 лошадей в паршаковском движке насколько я помню он немного доработанный естественно но немного это мягко сказано и теперь этот движок наконец показали в чем он установлен установлен он в 911 разумеется остановленная разумеется в стиле зингера зеленого цвета очень очень красивая но самая главная соль заключается в том то что там 500 лошадей на тысячу килограмм думаю вы представляете насколько это бешеная табуретка получается почему табуретка потому что в старом кузове 911 она небольшая вон на классы висут кстати ну не а классовый киа c алашки ух какая темная красивая вот эти от изгиба у них очень красиво смотрится на сама машина же маленькая несуразная четырехдверная и внутри тесно как не знаю где в оке просторный парадоксальная машина вот и 500 лошадей на тысячу килограмм это очень хорошее заявление естественно она не посоревнуется со всякими там bugatti и всеми остальными но все равно как бы интересное предложение особенно в таком исполнении и в старом кузове но с современными внутренностями опять же вспомнилась альфа 4c который тоже очень очень легкий вес где уже будет влиять то что вы покушали на обед или не покушали при этом двигло не какашные его нужно или дорабатывать при помощи доблестных тюнеров которые с радостью вам сделают его намного мощнее или же просто плевать и идти в другую сторону что тоже не очень хорошо вообще 4c парадоксальный проект потому что как бы сама машина красивая спору нет идея тоже хорошая опять здесь спору нету никаких замечаний но блин воткнуть движок один и восемь пусть он там даже четыре турбины на нем все равно это не то это звучит конечно он для четырех цилиндрового дышка разумеется почему у нас такие пробки здесь ваш при непонятно ну вот и что еще интересного у нас было в принципе больше нити гоу пытаясь пытаясь вспомнить но ничего не приходит на уму можно конечно сейчас посмотреть интернет но мы не пользуемся телефоном за рулем так же вообще вот кстати размещал же видео с риса над лабом автосалоне и там была возможность попробовать корок шкоду прикольная машинка ну как прикольная в плане того что это типичная шкода то есть никаких таких прям откровенности там нету все точно так же как в любой другой шкоде как в той же самой октаве которую он стоит спереди немного удивила конечно графика точнее проработка мультимедийки неплохо сделано красочно дисплей хороший не тормозит не глючит ничего убивает убивает использование глянцевых поверхностей в новых машинах вот сколько новинок стояло везде обязательно глянец есть я вообще не понимаю почему все так одержимы вот этим во первых он заляпывается да он смотрится прикольно конечно то что он глянцевый но он заляпывается он царапается он изнашивается то есть не дай бог какая-нибудь там потертость будет это будет смотреться уже не так вот вот здесь вот например где вы видите глянцевый пластик только дерево полированное и все нет никаких блестящих поверхностей блестяшек и всего прочего ничто вам не будет бликовать на солнце и отражать первый же луч сразу точно в глаз все продумано вот и до сейчас даже в современных бэхах уже тоже куча всяких блестяшек не понимаю этой одержимости вот и корок он сам по себе интересный автомобиль очень простой то есть на улице стояло несколько машин с номерами уже которые ездят нормально может быть это представители приехали но тем не менее это уже официально машины с номерами и всем остальным и на них даже не обращаешь внимание ты просто проезжаешь их и не понимаешь даже то что это корок сначала подумал вообще то что это кодиак кстати кодиака на выставке не бога что самое интересное вот внимание не обращаешь и как-то поэтому не впечатляя хотя с другой стороны шкода она не создана для того чтобы впечатать очень нравится пыжики что пять тысяч восемь что три тысячи восемь прикольно сделали я в женеве просидел ну минут десять пробалдел в этом салоне peugeot 5008 очень приятно сделано мультимедийка сама приборка салон весь как исполнен это все смотрится отлично насчет цен не уверен по моему цены там не очень такие конечно радужные которые вас обрадует своей простотой ну а с другой стороны поэтому не так хорошо исполнены потому что уже вложили побольше замахнулись на премиум как говорится конечно не ухари как некоторые говорят но вполне себе неплохо он самый умный поехал за ним автобус где-то самый умный втиснулся там перед всеми походу как его пропустили вообще непонятно а зато так сильнее чувствуется кочки в камере уже представляю как там трясет хорошо надо присоску еще найти может быть присоску можно было бы разместить сбоку и хай она стоит надо только найти хорошую присоску и тогда можно снимать блин я тот маршрут который проезжает за 4 минуты я еду уже вот видите сколько эх 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 вот что могу сказать ну в принципе все рассказывать больше особо нечего я думаю потом еще увидимся опять же спасибо тем кто пытается меня вообще смотреть хоть как-то не подписывайтесь но хотя бы смотрите и это хорошо и увижу вас в следующем видео ну точнее не я вас а вы меня ну вот тем не менее пока 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 пока